Всем привет! Привет! На канале Стреться в теле, я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели и похудеем дальше. Девчонки, дождь начинается, мы идем в спортзал. Но тепло, но на улице тепло. Даже куютки оставили на работе. Очень тепло. Побежали в спортзал. Настрение прекрасное, веселое, задорное. Ливень уже во все идет. Кристи купили тайойку. На ногу. Бинтик этот. Короче, не написано, что это такое. Короче, бинт эластичный на ногу. Так он как-то по-другому называется. Девочки, 300 рублей мы уже показывали. Тут двойка сильно как-то мне не может, не сильно. Размера не ее была. Как-то зажимала у меня ногу. Все равно она немного синела пальцы потом. Неудобно мне с ним. А что ты не наметала это? Блин, купили костыли, а мы их не используем. Класс! Какие костыли! Зачем мы его покупали? Чтоб ты его в кулечке носила? Я не помню. Тебе что Еле сказала? Вышла на дальнюю дистанцию, оделась. А тут еще такая дорога, Света. Покажи девочкам, какая тут дорога, блин. Тут еще, наверное, более-менее. Там похуже будет. Все, когда взрыто и вспушено, пожалуйста, одевай. Сейчас дойдем до первой лавочки и намотаем. Девчата, как у вас настроение? Как погода у вас в городе? Девчонки, вот смотрите, уже ягодки появились. Уже опадают листики и ягодки. Ну да, цветы прям уже опадают. Уже созрели. Пчелы, вот такие вот дома шершни летают. Там какие-то старые двопня, да там вот такие вот шершни летают. Мы с тобой, что ли, твоя глупня? Девчата, комментарии. Света с помощью Юли хорошо выполнила жим грифа штанги. Молодец. Музыка хорошая в кадре. Света, ты изящная. Кристина, как хорошо ты выполняешь уже силовые упражнения со степ-платформой, гантелями нелегкими. Прекрасно, молодцы, девочки. Девчата, ну мы стараемся. Да, девчата, главное регулярность из трения. Смотрите, вот как вот уже через три месяца уже начинается более-менее что-то получаться. Да, хотя бы хоть чуть-чуть правильно движение начинает получаться. Я уже молчу за все остальное. Я вспомнила первую тренировку, как и делала там этот мой любимый бёрби. Я просто упала на пол и не вставала. Несколько секунд. Да. Она мне сейчас сказала 10 раз хотя бы это попрыгать. Какой там, хоть бы раз. А у меня любимая со штангой вот эта попу, когда качать, оттопыривать. Я сейчас понимаю, не такое уж и сложно, ну в самой технике исполнения. Тогда, когда не поймешь, что именно делать, вообще ничего не понимала. Куда, что оттопыривать, куда наклоняться, куда тянуть. По-разному задницу как-то оттопыривать надо. Вообще все, и спину по-разному держать как-то. У меня на том занятии были крабики. Я до сих пор не могу ходить. Это одеваешь резинку над коленом и в приседании стопыриваешь ноги, потом встаешь, приседаешь и вот так ходишь по всему залу. Понимаете, люди везде смотрят, а ты ходишь с крабиком по всему залу. Да, да. И садишься глубоко, потом встаешь. Света, ну ты хоть прилично выглядишь. А вот это вот берпи, который лежащий на полу, Андрюха, который у нас там тренируется, мужчина, он каждый раз, когда я берпи делаю, так проходит, встанет руки в боки. И потом уходит. Поставить так немножко, да? А я еще перевернусь. Ну что, ну не могу я. Он так руки в боки и пойдет. Нет, девчонки, самое главное, что там никто никого не осуждает. Он видимо ждет, когда я второго раза буду делать. Там все такие, только поддерживают. Девчонки, не пожалеете, если пойдете куда-нибудь. Это во всех тренажерках, мне кажется, абсолютно. Там счастливые люди. Когда новый толстый человек приходит в спортзал, вот новый полный человек зашел. Вот даже мои ассоциации, что какая она молодец, что она все-таки пришла. Да, 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 и не ушла. Да, да, да. Или, например, парень, мужчина какой-нибудь пришел у толщины. Какой молодец, что он не забоялся и пришел. Самый первый же страх прийти в этот спортзал. Вы помните, просто дойти, даже узнать цену. Страшно зайти, переступить, сделать шаг в этот кабинет. Может, такое представление, что там одни, только идеальные люди занимаются в нем. Девчата нет, там не все идеальные люди. Там 90% идеальных, 10 есть нормальных. Ну, которые долго занимаются, есть, конечно. Мы прикалываемся, но они же, даже если все спортивные, но они же других не осуждают, ничего не осматривают. Они, наоборот, радуются. Не говорят, что-то плохое. Наоборот, они радуются, когда люди какие-то тоже идут на этот путь здоровости. Ну, да. О, типа, в наших рядах прибыло. И радуются за каждого человека. Девочки, нашла я комментарий. Тут так копалось-копалось, мы даже паузу сделали. Девчата, у вас уже такое солнышко. Расскажите, пожалуйста, когда вы будете купаться в море? Любимый вопрос. Вода ледяная. И следующий вопрос в этом же комментарии. Подскажите, пожалуйста, сколько стоит в среднем жилье, чтобы снять летом, отдыхать одни сутки? Вода ледяная, купаться еще и она. Сейчас, ну, отдыхающие уже снимают, сдают. Апрель, май еще. Отдыхающие снимают уже жилье. Ну, они гуляют, дышат воздухом, он же полезный. Типа жилье уже все сдают почти. Ну, те, кто сдают летом, они все сдают. Гостиницы тоже. Так уже все открывается. Гостиницы уже поприбирались в номерах, уже все, уже можно приезжать. Кто-то на майский приедет, кто-то уже приехал, кто-то летом приедет. Так тепло, можно загорать, гулять, тут все чистенько уже, тепло, классно. Кто-то не переносит сильную жару плюс 40, вот как раз сейчас в это время хорошо приезжать. Ленчик, он с детишками все время по такой погоде приезжает. Он говорит, как хорошо, мне не жарко, не холодно. Или бывают там сердечно-сосудистые заболевания, им не разрешают при такой жаре перемещаться. Да, при сильной жаре плюс 40. Потому что все, кто приезжает, любят июнь, вот июль, вот тогда самое-самое пекло, такое солнце палящее. И плюс 40, а то и плюс 45 может быть на солнце. Мы тогда в тенечке снимаешься. Купаться мы начнем в конце июня, да? Ну да, конечно, окунуться там, можно полоснуться, ножки там поплескать. И раньше, и в мае. Около берега-то будет такая уже тепленькая водичка. Юля на стрине уже ходила ножки мочить, они уже с подружками там зажигали. В узеньких трусиках. Да, на стринках, или как они, декине называется. Но она сказала, вода ледяная, холодная еще очень. Они не купались, так, ножки помочили. Еще вопрос был, сколько стоит жилье. Ой, девочки разные цены на жилье. Тысяча двести, полторы, две, три, четыре, пять. Смотри, куда хотите. Да, разные есть номера совершенно. Ну, конечно, можно и за полторы тысячи найти. Привет, привет. Можно и за полторы тысячи нормально жилье найти. Номер имеется в виду. А есть еще люди сдают вообще за койко места, за одного человека. Бывает, что, ну, как вот, можно вообще с неизвестной, вот, бывает, женщина. В возрасте поехала, ну, вот, я, например, в санатории работала и с ней разговаривала. Она у нас покупала там курсовку в санатории, а жила вообще с чужой женщиной познакомилась в поезде. И они вдвоем по пятьсот рублей. Ну, тогда вообще триста рублей стоило. По пятьсот рублей одну комнату, еще одной какой-то бабулечке снимали. Ну, это все надо искать. Все надо искать и спрашивать. Потому что бывает даже вот так койко места еще можно найти где-то с кем-то на подселении. Кто как, потому что у нас есть такие вот, что отдыхают такие прям как хиппи, знаете, автостопом приехали. И вот где-то они взяли с собой палатку. А вот среднячок нормальная где-то полторы тысячи сейчас в сутки стоит один номер. Берут какую-нибудь палатку, автостопом доехали и палатка где-то в посадке живут. Но это очень редко такое бывает. Кемпинг типа того. Они на своей машине приехали и живут в палатке. И тут на пляжах везде есть души. Можно платно пойти искупаться в душе. Сиренька у нас уже везде цветет. Поэтому есть и такие люди. Причем они приезжают на шикарнейшей дорогой машине, а сами, например... Ну, им надоели эти все условия. А сами как бы иду себе на костыре готовят. Ну да, им хочется что-то новенькое. Типа они как будто бы в поход пошли. Ну да. Таких мест много и в Ельске, и в Должанке, и тут на косе. Да. И есть такие номера и гостиницы прямо на самой косе здесь и в станице Должанской. Там самые как бы дорогие более-менее такие номера. Как бы считается, у них там есть и ВИП номера. Там в Должанской есть Казачий корень, по-моему, да? Да, или Казачий берег. А, Казачий берег. Там самое дорогое место. Ну, в Должанской. Ну, а там серфингисты приезжают тоже. Ну, не только. Там и просто обычные люди. И здесь на косе есть специально серф-приют. Он даже так и называется серф-приют. Гостиница. И там и серфингисты, и обычные люди селятся. Вот. И, конечно, с серфингом не так уж дешево заниматься, поэтому в основном это не бедные люди приезжают. И у них, естественно, номера не дешевые, они там со всеми условиями, шикарные все. Там и спортзалы, и все-все есть. Это мы к тому рассказываем, что по деньгам есть на любой... На любой вкус и цвет. Номера. На любой вкус и цвет. Как в любом городе есть гостиница. Да. Без звезд. Мы уже про нее сто раз рассказывали. Ну, в нашу без звезд не селитесь, потому что там цена хорошая. Слушай, у нас скоро гардеробщица туда начнет это... Гостиница есть? Выслеживать. Одна единственная. За то, что мы разгоняем клиента. Если вы хотите в обычную гостиницу, вон, Бристоли, она более или менее хорошая, да? Ну, она уже тоже устарела. Ну, да. Она была хорошая 20 лет назад, мы считали. Ну, я имею в виду, постоянно с нашей гостиницей есть вот эта, чем... Гостиница есть, это как будто вообще 80-е, если честно. Ну, да. Вот при нашем рождении, при нашем маленьком... Главное, я там внутри не была, там кровати, как вот в больницах были, железные. Смотрите, мы летом, когда... Когда хотела Маша приехать и думала, с подругой приедет она или вот с будущим мужем, мы хотели поселить в гостиницу. Начали ходить за три дня до этого, везде, все были, все номера заняты. Даже начали за неделю. А за три дня, вы знаете что, пришли... Яночка, доченька, звонила, пришлось прививать. Так, и мы пошли, мы смотрели все номера, но мы... Я летом рассказывала, а это я рассказываю для тех, кто, может, забыл или недавно... И мы пошли опять в эту же гостиницу есть, к нашу всеми любимую. Приходим туда, и нам, знаете, что говорят? На улице был июль плюс 45 на жаре. Они говорят, у нас осталось три номера, которые без кондиционера и два метра на три. Вот такие номера. Я-то как говорю, в смысле без кондиционера, что есть такие номера? Да, есть и те другие десять номеров, которые были без кондиционеров, они забрали все вентиляторы. Это и вентиляторы. Они плюс... И еще выходят все вот сюда на дорогу, вот на вот эту дорогу, представляете? Даже туда, не во двор. Это значит, надо будет открыть окно. Вот это вот... Всю ночь слушать вот этот шум. Это же вообще гостиница, как бы, да? Должна быть хотя бы в кондиционер, холодильник. 21 век. 30-е уже годы, и вы не поставили кондиционеры, номера. Да, в центре, в самом. Где самая солнечная сторона и жара, и вентиляторов еще не все. Мы такие, да нет, спасибо, такое мы не будем детям снимать. Так что селитесь в частных секторах, девчата. Девчата. Там есть, если кто подешевле, может и нет кондюка, есть вентилятор, а у некоторых, у кого получше, есть кондиционер. Не, я не заинтересована, чтобы туда люди не селились. Я просто рассказываю, знаете, вот некоторые думают, Ну, это как-то мне после того, как я там рассказала, мне сказали, что, может, ты там кого-то не любишь, что там работает? Я говорю, нет, девочки, у меня там нет ни знакомых, ничего. Нет, вы можете ради так любопытства просто зайти и поглазеть. Нет, вы можете набрать в интернете. Ну да. Гостиница есть, город есть, и поспрашивать, вам расскажут, что там есть много номеров. Я внутри не была. Тут много есть номеров без кондиционера. Я в холл только заходила, и все, один раз. Не была я там. Ты хотела вроде косо купить? Успеем кофе выпить перед тренировкой? Да, да. Перед тренировкой попьем? Я так не сильно кофеинен, то попробую. Я попробую. Девчата, я взяла сегодня себе капучино, потому что там два раза меньше кофе, чем у Плот Ватя. Да, Плот Варим мы обычно берем, там двойной кофе. А я думаю, почему я дома, когда завариваю кофе, мне не так крепко. А тут двойная доза будет в Плот Ватя, а я не знала. Тут музыка, правда, везде. А мы ее перекрикиваем. А то потом то сердце заколит на тренировке, то еще что-нибудь. У меня она не колола. У меня как-то одышка сильная один раз я там перепрыгала, и стою, дышу. Криста такая, и Юля подходит, он говорит, а у Светы сердце болит. Я говорю, какой сердце? Ты все Юлю пугаешь. Я просто задыхалась от одышки. Девочка, а у меня наоборот. Вот тут на яхте немножко колола сердце два дня подряд. Я же такая уже, мы натренировались, у меня уже вообще прекрасное состояние, прекрасное настроение. Я говорю, как хорошо, и сердце перестало болеть. Что? Ты почему меня не предупредила? Если она посмотрит, она или скажет, вы что, у себя кофе жрете? Почему не предупредила, что у тебя болело сердце? Я говорю, а что такое? Вот если начнешь синеть на тренировке, мы тебя с пацанами тарабаним наверх туда, гиппорт кулинарии, опускай все думают. Да эти девчонки, что ты там умерла в очереди за этой запеканкой? Вот удобно умерять в подзале, потому что там сильные мужчины, они вынесут хотя бы на улицу. А где-нибудь на посте я качусь. Там, блин, одни бабулечки, которые они смогут вынести. Одни из нас не смогут, они будут рады, что я там качусь. Ну или там еще какой-нибудь магазин и так далее. В подзале их удобно впадать. Там много мужчин, они помогут. Там один тренер стоит, и вот тут Андрей, который уходит. Они вдвоем, хоп, и все, и вынесут. Главное, не к скорой помощи, а просто, чтобы умирал, не в спортзале. Да, и остальные приходят тоже там, пацаны все сильные. Ой, мне уже рука отваливает. Так там и девчата, больше сильнее бывает некоторых поцелов. Да, и девчата вынесут. Ой, девочки, побежали мы в спортзал. Да. А потом, поснимаем там все. Поснимаем все в спортзале. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok